Добрый день! Сегодня у нас четверка от Сэнксо, циркулярная, версия 2.0. Циркуляр 4х4, куб 2, либо 2.0. Сэнксо, техническая информация, соображение. Сразу извлекаем. Тут есть инструкция, собирал я без нее, и сам кубик. Версия 2.0, значит была версия 1.0. При выпуске она так не называлась. Вот четверка первой версии, вот четверка второй версии. Разница очевидна. Вот этот кружок стал здесь больше, захватывает не только 4 центра, но еще части ребер, то есть на 8 элементов больше. Тут были центральные в круге элементы и рамочка такая. Тут этой рамочки соответственно нет, но зато добавились вот эти. И в них вся и сложность, ну по крайней мере для меня. Что осталось, как и прежде? Здесь три стороны фиксированы нулевые, зеленые, какая-то еще красная, желтая. Три остальные передвигаются центры вместе с гранью. Здесь система такая же. У меня в крайней мере белая грань, синяя и красная фиксированные, а остальные перемещаются в центры вместе с гранями. Желтая, оранжевая и зеленая. Ровно так же, как было когда-то в 2х2. Что интересно, фиксированный блок в одних и тех же моделях может меняться. К примеру, у двушки. В моем случае это белый, зеленый, оранжевый. А значит и белая, зеленая и оранжевая стороны вращаются вместе с гранями. Ну, в центре вместе с гранями. А желтая, синяя и красная центры стоят на месте. У кого-то был другой уголок зафиксированный. И это нормально. На всех трех вот этих кубиках с одной и той же конструкцией у меня все блоки разные. И я их не всегда запоминаю, особенно если у меня перерыв. Поэтому, чтобы его найти, вращаю. Ну, на двушке проще всего. Если перемешать, то вот этот уголок останется не перемешанным. Ну, а на четверках приходится вот так вращать. Эта грань не та. Кандидат. Кандидат. Нет. Получается, белый, оранжевый, синий. Центр вращается вместе с гранями. Значит, фиксированный уголок вот здесь. Визуально его обнаружить не так просто. Здесь же, что получается. Белый, синий, красный. Наоборот, зафиксированы грани. Значит, наоборот. Вот этот уголок будет не перемешиваться. Получается, вот этот желтый центр, зеленый и оранжевый всегда стоят на своих местах. То есть, их перемешать относительно друг друга невозможно. Напомню, что помимо версии 2.0, есть еще версия 3.0 с уголками. Она визуально похожа на версию от Dayan. Но, как я понял, механизм там такой же, как на версии 2.0. Поэтому с Dayan они не одинаковые. Я пока не уверен, будут ли вот эти дополнительные уголки на Sengso 3.0 на что-то влиять. Мы все помним наши тетраэдры, в которой есть версия без уголков и с уголками. Уголки ни на что не влияются, выбираются автоматически. То же самое было с трешками. Есть версия с уголками с Megaminx. Такая же история. С пятерками. Вот у меня версия 2.0 и 4.0. Обе с уголками. А есть версия 1.0 и 3.0. Без уголков. Эти стоят подороже, но вроде бы вращаются получше. Поэтому взял их. А версии 1.3 брать не стал. Так здесь уголки тоже собираются автоматически. Как говорят. Я еще не пробовал. Я эти еще не перемешивал. Решил пока с четверками разобраться. В чем отличие четверки Сэнксо от Даяна? Ну тут все просто. Внешние слои всегда перемещаются отдельно от центров. То есть центры для них фиксированные. Что на Даяне, что на Сэнксо. Внешние все одинаково. У Даяна внутренние слои всегда перемещаются вместе с центрами. Что так, что так, что так. Ну с любой стороны. Ну а Сэнксо, как я уже показывал, какие-то делают так же. А какие-то оставляют центры на местах. В этом отличие. Поэтому собираются по-разному. И вроде бы Сэнксо собирается интереснее. Уберем все лишнее в сторону. И оставим только основных героев. Почему именно их? Потому что знания из этих двух кубиков потребуются при сборке этого. По вращению. Если двушка вполне скоростной агрегат, в нем, конечно, иногда центры перескакивают. Но собирать можно быстро. Видео где-то на канале есть. А сборка на скорость за 40 секунд. И эту четверку тоже можно собирать быстро. Она вращается очень хорошо. Минуту за три, что ли, я ее собирал. Здесь же, конечно, вращается неплохо, но механизм стал посложнее. Поэтому какой-то быстрой сборки здесь уже ожидать не стоит. Вращается потуже, потяжелее. Иногда так норовит что-то выскочить. Но я несколько сборок уже сделал, и пока все в порядке. Ничего не выскочило, и ничего не переместилось. Как на два на два. Перемешаем. Аккуратненько. Чем мне нравятся такие головоломки, перемешиваются они не глядя и очень быстро. Надеюсь, не рассыпется. И все. Теперь соберется не скоро. Не знаю, смогу ли я до конца собрать на видео. Это не всегда у меня быстро выходит. Ну, сначала покажу точно. Я перед записью посмотрел инструкцию. И здесь демонстрируется совершенно другой способ. Не такой, каким собираю я. Сначала собираются центры. С вот этими дополнительными детальками. Здесь пять шагов. Потом еще десять шагов. Что-то происходит. На десятом шаге собираются ребра. Потом шаг одиннадцатый. Соберите как циркулярные три на три. А это еще само по себе несколько этапов. И в конце даются еще алгоритмы для всяких хитрых ходов. А вот это, наверное, что-то полезное. Я потом поизучаю. К примеру, я не использовал RU, R'U пять раз. Хотя, очевидно, это должно работать. Также есть всякие тут хитрые движения. Возможно, что-то можно и применить. Но пока обойдемся без них. Для начала, как в 4х4 версии 1, нужно собрать четверку аккуратненько, так, чтобы фиксированный блок, неразрушаемый, стал туда, куда надо. Но на версии 1 есть вот эти элементы, которые не внутри круга, но все еще центрами остаются. И их нужно собирать как центры. Здесь же такие элементы отсутствуют, поэтому этап сборки центров можно пропустить. Эти мы все равно, как в 4х4, в обычном не соберем. Там чуть хитрее. Поэтому можно сразу собрать ребра. Любым доступным способом. Поскольку центров нет, можно делать это очень даже свободно. Одно ребро есть. Их всего 12. Просто ищем похожие ребра, ну, одинакового цвета. И их собираем. Белые с синим, белые с синим. Собрал ребро. Отвел вот сюда в сторону. Ничего восстанавливать пока не нужно. Центры все равно не собраны. Синий, красный, синий, красный. Раз, два, три собрал. Здесь оставлю свободный слот. Вот зелено-оранжевый само собралось. Уже направо отвожу. Дальше вот зелено-красный само собралось. Ну, синий-оранжевый, вероятно, можно собрать. Так. Вот у меня тут еще три ребра собралось. Уже половина есть. Собираем еще одно и будем перехватывать. Так. Зелено-желтое. Отправляю вниз. И вот эту грань делаю нижней. Наверху у меня собраны, ну, получается, вот два. И одно еще осталось здесь. Можно, к примеру... А, тут оно какое-то само собралось. Или я не так взял. Не, все так. Раз, два, три ребра собраны. В принципе, неплохо. Ну, тут какие-то собрались сами. Как в обычной четверке дособираем. Объединием вот эти. И... Ну, что вернется? Бело-оранжевое. Ну, и вот. Этап ребер готов. Я собрал 12 ребер, 24 элемента. Теперь, по-хорошему, нужно собрать этап 3х3. Но собрать его нужно вокруг того самого неразрушаемого уголка. Он желто-не помню какой. Зелено-оранжевый. Желто-зелено-оранжевый. Вот этот. Те, кто владеет мультиколором, им будет проще. Потому что начинать я буду за желтого. То есть вокруг желтого. Сейчас соберу крест. Вот этот центр основной. Собираем. Желтое ребро. Еще одно желтое ребро. Тут синее, тут зеленое. Главное не потерять. Можно легко заблудиться. Вот. Проверить можно несколько раз. Три кубика, везде разные. Дальше сюда нужно красное. Вот оранжевое нашлось. И обязательно нужно сопоставить боковые ребра. Видимо вот так. Желтое, оранжевое, зеленое. Так. Лишний раз проверяю. Оранжевый с оранжевым. Зеленый с зеленым. Ну и желтый вот здесь. Все. Это база. Собираем дальше уже свободно. Центры пока в хаосе. На них не смотрим. Вот мне туда поставил пару. Ставлю сюда. Сейчас хотя бы и в туалу соберем. Будет уже полегче. Так. Вот эта пара встала сюда. Дальше. Синяя, оранжевая. И зелено-красная. Так. Тут пока все стандартно. Дальше. Крест у нас должен быть белый. Паритета ОЛЛ нет. Но если бы был, как и в предыдущем 4х4, надо было вот этот неразрушаемый уголок поставить где-то сзади. В этом месте. И делать спокойно паритет. Алгоритм для паритета. Но у нас его нет. Да. Кто это вообще? Сейчас будем делать постепенно. Это получается галка. Пока вращаем крайние слои, все безопасно. Теперь. Можно сделать вертолет по-разному. Ну, для безопасности я сделаю через две рыбки. Чтобы не вращать внутренние слои. Ну, и не пытаться делать быстро. На этом кубике легко ошибиться. Ну, когда-нибудь, может быть, соберу на скорость. Может быть. Дальше. Смотрим. Ну, видимо, нас здесь ожидает паритет. Но, видимо, я не узнаю этот PLL. Углы все не на местах. И это нехорошо. Я сейчас сделаю алгоритм копье, чтобы расставить углы на места. А потом разберемся с ребрами. Что я сделаю? Сейчас, секунду. Я сделаю что-то не то. Сейчас отменю. Еще раз. Так, вот сейчас опасный я сделал. Поэтому проверяем, не убежал ли уголок. Я сделал алгоритм, который вращает три слоя. Желто-зелено-оранжевый был, да? Стоит на месте. Все хорошо. Все обошлось. Но нужно быть аккуратнее. Уголки как-то переставились. Вот есть глаза. Поэтому сделаю уже TPR. Чтобы собрались только углы. И с ребрами разберемся. Фиксированный угол. Вставляем его либо здесь, либо назад ставим. И делаем алгоритм паритета. Так как ребра стандартными алгоритмами так не переставить. Обычно из 4х4 алгоритма. Получились санки. Но я их делаю через юпермы. Как бы неудобно. Два юпермы я делаю. Ну, можно и по методу для начинающих дорешать. И вот этап 4х4 готов. Но мы видим такую мешанину центров. Здесь можно поступать дальше по-разному. Так же, как и в этом кубике. Можно делать различные трициклы. И фактически одним алгоритмом дособрать до конца центральные элементы. Ну, как это выглядит. К примеру, здесь. Кто здесь был? Бело. Бело-оранжево-синий здесь, да? Делаем, к примеру, ромашку. Р, У. Р, У. Р. Уштрих. Рштрих. Уштрих. Рштрих. Уштрих. Все остается на местах. Но центры какие-то перемещаются. Отсюда. Сюда. Отсюда желтый. Сюда. Отсюда оранжевый. Сюда. Ну, противоположные тоже перемещаются. Но мы следим за этими тремя. Можно делать обратную, и тогда будет перемещение другое. Отсюда, сюда, отсюда, сюда, и отсюда, сюда. Но этот способ долгий. И не всегда понятно, как это делать. Особенно, если вы не тренировались таким способом собирать. Я специально, пока собирал вот это, пробовал именно им все делать. Но, как же я замучился. Так нудно. Поэтому я вернулся к методу послойной сборки для 2х2. Как мы собирали на скорость. И двушку, и четверку. Это гораздо быстрее. Поэтому здесь я буду тоже собирать послойно. Да, при этом будет казаться, что я что-то ломаю. Но, на самом деле, мы сделали редукцию до 2х2. И теперь это кубик 2х2. Вот такой. И собирать я буду их одинаково. Давайте начнем с 2х2. Здесь фиксированный уголок белый. Ну, с белым цветом. Поэтому с него и начнем. Так. Вот такая ситуация не очень хорошая. Нужно сначала вот эти вот 4 центра собрать. Не очень хорошая. Поэтому лучше собрать в другом месте. Как-нибудь. Вот так. Опять нехорошо. Вот этот нам не дает. И вот так. Мы его обманули. То есть собираем первые 4 центра. Здесь уголок другой. И я начинал с желтого. Поэтому будем собирать желтый. Вращаю его как 2х2. 2 есть. Еще нужно 2. Есть 1. Здесь вроде бы без сюрпризов. Просто интуитивно надо поставить. Чтобы их 4 было на одной грани. Они будут сопротивляться. Но их легко переиграть. Дальше. На первую грань. Да, кстати. Заметим, что белый и желтый собираются одновременно. Так как они неразрывные. Вот эти детальки. И если у вас напротив белого не желтый. Значит у вас что-то механически сместилось. То же самое здесь. Здесь я собрал желтые. А белый уже тоже собрался. Это несколько упрощает. Дальше. Нужно что сделать. Поставить. Вот сюда. Рядом с оранжевым. Оранжевый. И остальные вот эти. По сути нужно собрать всего 2 элемента. Отсюда легко переставляется сюда. Если тут оранжевый есть. Его можно поставить сюда. Р2. У2. Р2. Вот он стоит здесь. Дальше. Вот этот уже здесь оказался. Почему? Потому что зеленый стоял на месте. И синий тут. Значит рядом нужен еще один синий. Он тут есть. Р2. У2. Р2. Ну и все собралось. Если нет, то нужно сделать палку, чтобы что-то развернулось. Здесь начинаем с желтого. Один стоит. Вот этот наш. Стартовый. Зеленый стоит. Красный. Стоит потому что стоял оранжевый. Значит сюда нужно еще один красный. Ищем красный. Если сюда встал, значит встанет и сюда. Р2. У2. Р2. Ну и все собралось. Тут повезло. Ничего верхнего разворачивать не пришлось. Дальше. Нужно поставить сюда уголки. Еще три штуки. Алгоритмами из Автуэл, которые не перемещают ребра. И при этом нельзя трогать стартовый уголок. Вот сюда нужно бело-оранжево-синий угол поставить. Его нет. Значит пока другой соберем. Он тут стоит. Вот бело-красно-зеленый нужно поставить сюда. Я сделаю алгоритм из кубика 3х3 Fтуэл. Если вы Fтуэл не владеете, то этот метод будет наверное сложноват. Поставили. Теперь можно поставить сюда. Хочется что сделать? Ну перехватить и сделать такой же алгоритм. Но тогда у нас вот этот повредится и все размешается. Я сделаю другое. Вот так. И вот так. Вот этот. Ну можно использовать свободно. Так как напротив него стоит стартовый. И ничего не сломается. Вот половинку собрано. Здесь тоже самое, но с желтой стороны. Сюда желто-зелено. Желто-зелено-красный. Есть у нас такой. Вот этот. Чтобы не повредить, делаю похожий алгоритм. Встал на место. Вот знаете, пока внимания не обращаем. Дальше. Сюда нужен желто-красный. Синий, видимо. Да. Цвет. Желто-красный-синий. Он получается напротив стартового. Иначе можно любым алгоритмом его ставить. Ну тут три пиф-пафа. И третий. Ну и остается последний. Вот этот ломать нельзя. Поэтому делаем опять вот так. Здесь как бы я моделирую трехходовку. Мы углы видим, а ребро не видим. И трехходовку загоняем. Если центры не размешались. Ну вот, нижняя часть. Иначе я все сделал правильно. И вот у нас половинка собрана. Не считая вот этих. Дальше. Здесь нужно расположить стартовый уголок где-нибудь слева-сзади. И составить правильные вот здесь цвета. Но если цвета противоположны, делаем палку. F. Пиф-паф. F' И смотрим, что получилось. Цвета смежные. Здесь и здесь ставим одинаковую композицию. То есть синий-оранжевый, красно-зеленый и красно-зеленый. Вот тут и тут должно быть одинаково. Перед нами и справа. Тогда делаем еще раз палку. Фронт. Пиф-паф. Фронт-штрих. И теперь либо станет все хорошо, как сейчас. Либо придется сделать теперм, чтобы поменять противоположные цвета. Но здесь все хорошо. Смотрим, что здесь. Стартовый уголок у нас какой? Вот этот. Его назад. Назад. Нет, нет. Вот этот уголок. Вот путаюсь. А здесь безопасная грань красная. Здесь безопасная грань синяя, а здесь красная. Не перепутать. И значит смотрим. Смежные. Смежные перед собой и справа. Делаем палку. Как два на два. С первого раза не вышло. Делаем второй. Ничего страшного. Можно делать галку вместо палки. Ну тоже как повезет. С первого раза. Либо со второго. Видим красный совпал, а зеленый нет. Оранжевый совпал, а синий нет. Вот как раз тот случай, когда нужно сделать Т-перм. Так. Ну и доворачиваем. Теперь все хорошо. Кажется, что у нас разобраны ребра. Но это как два на два вращаются. Поэтому, когда мы соберем как два на два, все станет хорошо. Что дальше? Дальше нужно уголки расставить по местам. И ориентироваться нужно, естественно, на вот эти центрики. А не на нижний угол. Вот этот уголок стоит на месте. Вот этот на месте. А вот эти два нет. Если нужно переставить два угла, то не самая приятная ситуация. Нужно сделать хитрый алгоритм копья. Выглядит он вот так. Сначала делаем рыбку. РУ, Р'У, Р'У, РО2, Р'У. Перехват. Дальше вот так. Ф'У, Л'У, Л'У, Л, Ф. Так. И я не сделал с безопасной стороны, поэтому что-то сломал. Да. Вот разница стартового уголка. И придется сейчас чинить. Ну ничего. Починил уголки. Дальше. Стартовый этот. Это 2 на 2. Он собирается быстро. Ну вот. Починил. На этом мне нужно с синей грани все делать. Ну смотрим, что изменилось. Этот на месте. Этот на месте. А ничего не поменялось. Также нужно два переставить. Ну теперь я сделаю это с синей грани. Еще раз. РУ, Р'У, Р'У, Р, У2, Р'У. РУ, Ф'У, Л'У, Л, Ф. Поменялись они теперь по диагонали. У нас один уголок остается на месте. Кстати, я мог его сломать и это было бы плохо. Хотя второй бы остался все равно. Ну а эти мы три цикла поменяем. Правильно ставим вот здесь. Ну стоящие на своем месте относительно центров. А эти треугольником меняем. Тут алгоритм попроще. У, Р'У'Р, Ф, Р'У, Р, У'Ш, Ф'. И опять я сделал не с той стороны. Мы видим, что размешалось. Сейчас я его отменю. Если у меня это получится. Ф, У, Р'У'Р, Р, Ф'Р, Р'У, Р, У'. Получилось. Берем синюю грани к себе. Стартовый уголок. Не стартовый, а правильный. Сюда. Делаем еще раз. У, Р'У'Р, Р, Ф, Р'У, Р'У, Р'Ш, Ф'. Угол на месте, угол на месте, на месте, на месте. То же самое делаем здесь. Здесь безопасная сторона красная. С нее и будем делать алгоритм. Смотрим, что есть. Белый, синий, красный. Стоит правильно. Этот неправильно. Этот зеленый, синий неправильно. Этот неправильно. Удачно. Правильный. Кто был правильный? Белый, синий, красный. Ставим сюда. Красная сторона безопасная. Делаем три цикла. Одного раза хватит. Алгоритм U, R', U', R, F, R', U, R', U', F'. Проверяем. Довернем. На месте, на месте. Ну, эти вообще красиво встали. Ну, дальше остается разворачивать уголки. То есть, ZBLL-S3 на 3, который разворачивает вот такие уши. Этот по-часовой, этот против-часовой. Безопасная грань синяя. Берем уши. Вот эти мы развернем. Алгоритм следующий. Рыбка справа. Дальше движение U и перехват Y. Обманул. Движение U, штрих, но перехват Y. Да? И дальше рыбка просто слева. L штрих, U штрих, L штрих, L штрих, U2, L. Да? И два уголка развернулись. Безопасная сторона синяя. Не забываем про это. Но здесь придется просто сделать дважды. Один раз. Возвращаемся к синей стороне. И еще раз. И два на два собран. Не так уж и сложно. Но то же самое делаем здесь. Безопасная сторона здесь красная. Нужно сделать в два раза. Тут я буду делать помедленнее, из-за сложности конструкции. Перехват и левая рыбка. Возвращаемся. Вот уши. Делаем еще раз. Слева. И вот мы собрали 4х4 без вот этих вот дужек. А этот этап самый сложный. Первая сборка у меня была несколько часов. Было очень тяжело подобрать механизму. Как это работает. Учитывая, что работает по-разному. И в итоге я все-таки остановился на стандартном трицикле. Который чаще всего использую. Но будем его немножко модернизировать. В чем особенность? Здесь грани, которые оставляют центр на месте. Белая, синяя и красная. И когда грань такая, белая, синяя и красная, справа, то алгоритм делать можно справа. Когда она слева, то алгоритм можно делать слева. Покажу алгоритм, а то непонятно о чем говорю. R' L' U R' U' L' U Это правый алгоритм и левый. L' U R' L' U U' Такие движения часто использую. Ну и здесь тоже будут работать. Причем, в зависимости от верхнего цвета, алгоритм будет работать по-разному. Если сверху те же цвета, белый, синий и красный, то надо вращать нижнюю часть, потому что именно она будет вращать вот этот центр. Если сверху другой цвет, к примеру, оранжевый, то нижняя часть центра не вращает. А вращать будет вот этот средний слой, верхний который. И вот это все было не так просто осознать. Причем, если мы возьмем справа не фиксированную грань, вот такую вот, а другую зеленую, то перемещаться будут не три элемента, а гораздо больше. Но их и так шесть перемещается, но мы следим за тремя. Но там будет хаос, и мне не удалось с ним справиться. Поэтому я использую только алгоритм, когда справа грань фиксированная. Возможно, есть способ проще, пишите в комментариях, я только начал изучать. Но за это время я понял, что вот от таких ситуаций избавляться нужно почаще, когда противоположные. Хотя они тоже решаются, но не всегда просто. К примеру, возьмем справа какую-то грань, белую. Вот этот синий надо поставить на синюю грань. То есть перемещение будет отсюда, сюда. Отсюда куда-то, в зависимости от того, какая верхняя грань. Синий поставить сюда, бессмысленно. Перехватим вот так. Красный, если поставить вот сюда, бесполезно. Зеленый пойдет сюда, а синий сюда. Если грань белая, синяя, красная сверху, то перемещение идет отсюда, сюда, отсюда, сюда, отсюда, сюда. Такое нам не подходит. И опять красный противоположный. Мы сюда вот эту грань никак не подкрутим. И видим, что в этой позиции нам ловить нечего. Возьмем другую. Но здесь элементы собраны, когда синий справа. Возьмем справа красный. Вот здесь оранжевый. Оранжевый можно поставить сюда. Я подверну оранжевое место. Сверху цвет синий. То есть вращать мы будем нижнюю часть. А значит, отсюда пойдет сюда, отсюда сюда и отсюда сюда. Оранжевый ставит как надо. Синий встанет сюда и белый встанет на хорошее место. Ну, позиция его не улучшится, но он хотя бы не испортится. Но мы можем попробовать еще заменить вот это. К примеру, вот так. Такой светопмов. Тогда оранжевый встанет на место, синий встанет на место к синему ребру. И белый встанет тоже как надо. Как же будет выглядеть алгоритм? Напомню, справа грань должна быть фиксированная. В моем случае белая, синяя и красная. И если сверху грань того же цвета, из этого же набора, то вращать мы будем вот этот нижний слой. Внутренний, но нижний. Делаем внутренний правый от себя. Низ получается, ну если сверху смотреть, против часовой. Дальше левую грань, не центральную, а крайнюю от себя. Вот этот в обратную сторону. На себя, туда же, от себя, ну на себя, то есть обратно, и это туда же. Смотрим, что получилось. Оранжевый встал, синий встал, белый встал. Редкая удача, когда сразу три элемента становятся на место. А если вспомнить, что их сразу становится по два, то мы поставили шесть. Очень хорошо, повезло. Отменяясь сетап мовы, крайние грани можно вращать как угодно. Они ни на что не повлияют. Здесь, пока красное справа, работаем только с правым слоем. Оранжевый. Можем поставить сюда, но оранжевый тут уже есть. Он перейдет сюда, сломает, синий перейдет сюда. Ну такая перестановка ради перестановки. Ничего не улучшего, ничего не ухудшего. Смотрим дальше. Белый. Белый встанет сюда, зеленый сломает. Но если мы подвернем вот так вот, он испортит желтый, переместит. А вот этот желтый встанет вот сюда. Но так бы было, если бы сверху был белый, синий или красный цвет. Но здесь цвет другой. Эта грань зеленая, она не фиксированная. А значит перемещение будет отсюда, сюда, отсюда, сюда и отсюда, сюда. Если сделать один раз, будет бесполезно. Но если сделать два раза, то желтый первый раз перейдет сюда, а второй раз перейдет вот сюда. Можно сделать дважды. И это вполне нормально, цепляться за такую возможность. Но заодно белый отсюда уйдет, а это хорошо. Алгоритм следующий. Так же от себя, но вращаем уже верхний внутренний слой. Алгоритм короткий, но важно не перепутать, где чего крутить. Сделали один раз. Такая перестановка. И сейчас желтый переставится вот сюда и станет хорошо. Просто повторяем. Так. И вот желтый встал. А значит напротив еще белый встал. И это хорошо. Дальше. Пока по простому идем. Дальше будут, наверное, посерьезнее светопмовы. Красный справа. Оранжевый. Смотрим, что здесь поменялось. Быть может. Подвернем вот так. Можем оранжевый поставить на свое место. Ничего не изменится. Этот оранжевый уйдет сюда. А желтый сюда. Но перестановка ради перестановки. Единственная польза, что желтый идет отсюда. Давайте сделаем. Хуже не станет. Красный, желтый. Наш алгоритм через верхний слой. Здесь проще сделать алгоритм, чем не сделать. Так как он короткий и что-то постоянно меняет. Так. Ничего не сломалось. Но зато желтый ушел с белой грани. Вот отсюда. Так. Желтый сюда. Можем вернуться. Нет, не можем. Пока вот здесь желтый. Но ничего хорошего. Сделаем перехват. Зеленый. Опять справа белая грань. Что можно подвернуть. Если так, то зеленый встанет сюда. Оранжевый сюда. Потому что сверху красный. Желтый сюда. Что-то не очень. Нет. Нет. Ну, можно зеленый отсюда убрать. И вот таким способом, наверное, это будет безболезненно. Хотя нет. Мы желтый сломаем. Пока потерпим. Что-нибудь поинтереснее поищем. Так. Давайте возьмем грань слева. Посмотрим на эти возможности. Здесь белая грань слева. Значит, мы можем переставлять этот сюда. Этот, так как грань синяя, сюда. Этот перейдет сюда. Оранжевый идет с красного. Зеленый идет с синего. Но красный вернется на красный. Станет чуть-чуть лучше, хотя ничего и не соберется. Сверху синяя. Белый, синий, красный. Помним российский флаг. Значит, вращаем через нижний слой. Повезло в начале, а дальше вот уже такие перестановки делаем. Но что-то поменялось. Смотрим, что есть еще. Оранжевый можно поставить сюда, а этот оранжевый идет сюда. Толку немного. Здесь, здесь. А если вот так? Можно эти алгоритмы крутить и в обратную сторону, но когда много сетап муфов, проще сделать два раза один и тот же. Сверху красная грань, слева белая. Значит, перестановка будет отсюда сюда, отсюда сюда и отсюда сюда. И зеленый встанет хорошо, а синий уйдет зеленого, что тоже неплохо. Красный сверху. Делаем через нижнюю. И вот зеленый собрался, а значит и синий напротив. Убираем сетап муф. Смотрим еще. А кстати, можно подумать и здесь. Белый станет хорошо, но вы скажете, здесь же зеленый, но мы всегда можем сделать вот так. А еще лучше вот так. И у нас соберется и белый, и синий. То есть когда у нас сверху белый, синий, красный грань, сетап муфов можно делать больше. И это удобнее. Делаем тот же алгоритм, и у нас соберется белый и синий. Через нижнюю. Синий собрался, белый собрался, а значит напротив тоже. Так, не в ту сторону. Хорошо. Оранжевый. Оранжевый здесь. Оранжевый тут. И сюда неплохо было бы что-то другое поставить, чтобы не ломать. Можем поставить этого, и тогда зеленый отсюда пойдет сюда. Случается, оранжевый соберется, желтый не соберется, а зеленый соберется. Может, или лучше? Лучше. Ну, то же самое. Это оранжевый, зеленый. Тут красный, зеленый. Давайте оставим оранжевый. Наверное. Тот же алгоритм. Так. Собрался. Собрался. Отменяем этот. Отменяем вот этот. Неплохо. Дальше смотрим. Оранжевый. Если я поставлю сюда оранжевый, будет хорошо. А вот так вот еще сделаю, то у меня соберется вот этот оранжевый. Но сверху оранжевый. Это не белый, синий, красный. А значит, не сюда пойдет элемент, а пойдет он вот сюда. А нужна ли мне такая перестановка? Оранжевый на оранжевый. Оранжевый на желтый. Красный на этот. Ну, если ничего лучше не придумается, то можно будет сделать, хотя толку никакого. Так. Ну, пока по белой грани сделали все, что могли. Переходим на другую. Вот синяя. Синяя слева. Тут зеленый. Можно ли сюда зеленый? Зеленый можно. Зеленый на зеленый. Зеленый на красный. Красный на красный. Вернее, зеленый на белое место, а красный на красное место. Польза есть. Да, здесь у нас желтый сверху, значит, вращаем через верхний внутренний слой. Тоже слева. Хорошо. Тут есть. Есть. Так, и этот ряд у нас собран. Так, что у нас еще есть? Красный весь. Белый. Ну, кроме этого, синий весь. Ну, видимо, тут же шла пора более глобальных сетапмов. Белый тут. Я перемещусь сюда. Он тогда встанет сюда. Желтый перейдет сюда. Сломает. Ломать не надо. Можем на что-то поменять. А вот на желтый. И тогда... Так, стоп. Стоп, стоп. Все не то. Он же справа. А значит, ничего не выйдет. Когда он справа, справа должен быть белый, синий и красный. Я могу вот так вот поставить. И тогда у нас справа синий. Этот пойдет сюда. Этот сюда. Этот сюда. Бесполезно. А если я сделаю вот так, то этот пойдет сюда. Не изменится. Этот сюда. Станет хорошо. И оранжевый сюда. Польза есть. Один встанет на место. Белый сверху, и поэтому через этот или бен пойдет. Делаем справа. Через нижний слой. Так. Отменяем такой стопов. Отменяем такой. Хорошо. Что еще есть? Есть вот такой оранжевый. Оранжевый. Куда можно поставить? Ну, на оранжевую грань. Но она пока недоступна. Она недоступна. А что-то не собранное. Есть вот здесь вот красное. Красное. И отсюда. Но вот это, если на что-то заменим хорошее, ни на что мы его не поменяем. Не пойдет. Не пойдет. Не пойдет. Смотрим еще. Так. Ну, здесь уже, что увидится, то и хорошо. Если поставить вот так, красное слева, синий. Куда можно поставить? Да никуда. Хотя, тут оранжевый. Я поставлю вот так вот оранжевый. Тогда этот пойдет сюда, этот сюда, этот сюда. Будет так себе. Но мы сделаем еще раз, и синий перейдет сюда. Да, оранжевый станет на красное место, но потерпим. Красный слева, белый сверху. Делаем через низ. Так. И нужно сделать еще раз, чтобы синий перешел вот сюда и что-то собрал. И вот синий собрался. Неплохо. Ну, красный и оранжевый появились. Так. Смотрим дальше. Справа оранжевая, это бесполезно. Если вот так, это оранжевая справа. Как-то вот так, если поставить. Справа красная, сверху белая. Тут красная не нужна. Но. Так. Ага, но здесь синяя на месте, поэтому не пойдет. Ну и вот так вот начинаем изыскивать. Возможно, у меня плохо получается. Но я изыскиваю пока именно так. Вот белый. Его можно поставить на место белого. белый на белый, белый на красный, красный вот сюда. Ну, так себе перестановка. Не очень полезная. Здесь вот синий, если его с этой стороны. Но синюю не подвернуть таким образом. Если зеленый, слева белая, тут тоже подвернуть нечего. Если мы сделаем вот так, то можно сделать вот так. Зеленый на красный. И. Ага. Оранжевый сверху, зеленый на зеленый, красный на красный, оранжевый на белый. По-моему, отличный ход. Сверху оранжевый делаем через верхний слой. Так, вроде с пользой. Остается все меньше элементов, и поэтому сложнее. По факту два, два, шесть элементов, а значит, три нужно поставить на место, остальные станут сами. Так. Так. Этот желтый. Нет. Этот белый. Сюда, если ставить, бесполезно. Что еще есть? Было бы неплохо желтый поставить сюда, но у нас слева зеленая грань. И это печально. А если вот так, но справа зеленая, что логично, в принципе. А если мы сделаем вот такой сетап move, белый, синий, красный, и все. Так, у нас тут что? Желтая. Желтая. И вот так. И что же у нас получится? Желтая встанет на желтые. Не сломается. Желтая встанет на красные. Ну, не лучше, не хуже. А белая встанет на белые. А это хорошо. Делаем через низ справа. Так, отлично. Теперь не перепутать. И что же у нас остается? Остается не так много. Желтая. Тут не то. Так, бело-красный. Если я сделаю вот так, но сверху грань не та. А так было бы хорошо. А красный сюда, красный сюда, желтый сюда. То есть один бы собрался, один бы сломался. Нет, не очень хорошо. Даже не важно. Так, если так, справа красный. Но тут менять не на что. Смотрим еще. Белый. Слева красный. Поменяем на белый. Бессмысленно. Если поставим вот так. Белый. То будет вот так. И мы белый соберем, а синий сломаем. Я сделаю, чтобы что-то поменялось. То есть один соберется, один сломается. Через верхний. Так, ошибся. И тогда можно. Сейчас я все подменяю. Синий теперь поставить вот так. Ну, не очень. По кругу ходить будем. Красный. Сверху оранжевый. А если я сделаю вот так. Вот так. И вот так. Что у меня сейчас случится. У меня два зеленых места и два красных. Красный сюда. Зеленый сюда. Красный сюда. Плохо. Не лучше ситуация станет. Так, теперь бы это не запутаться. Так. И вот так. Что еще? О! А все оказалось нет. Счастье было так близко. Была бы здесь грань, которая фиксированная. Мы бы поставили вот так. Оранжевый на оранжевый. Оранжевый вот сюда. Синий. Все бы собралось. Потому что это последние детальки. Но нет. Красный. Красный сюда. Красный сюда. Белый сюда. Ну, по крайней мере ничего не испортим. Я сделаю. Это иногда помогает что-то изменить. И теперь, очевидно, красный, зеленый и... А теперь смотрите, волшебство. Красный сюда, зеленый сюда, белый сюда. Выглядит как-то закономерно. Давайте посмотрим. Сверху, наконец-то, синий, поэтому можно делать больше стопновых. Справа красный. Так. И теперь главное все отменить. Я вчера собирал. И вот на последнем таком алгоритме взял и ошибся. И все в кашу. А теперь кубик собран. Собирал долго и, вероятно, неэффективно. Но пока вот навык такой. Наверняка можно собирать быстро, если использовать какие-то еще приемы. К примеру, там написано было в инструкции к кубику, что можно сделать R, U, R' U R, U, R' U И так сделать 5 раз. И мы получим, как и на 3 на 3, вот такую картину. Возможно, это полезно. Также можно было каким-то другим алгоритмом менять только две, что, наверное, еще полезнее. Если все это внедрить в свою сборку, наверное, можно собирать быстрее. А это я пока отменю, чтобы кубик был красивый. Что по итогу можно сказать? Кубик вращается труднее, но он стабилен. И я пробовал его смазывать, большого эффекта это не принесло. Вероятно, нужно больше сборок, он будет крутиться лучше. Хотя и сейчас нормально. Интереснее ли он, чем предыдущие? 4 на 4. Конечно, да. Стоит ли покупать версию 3.0? Пока не знаю. Не уверен, подтверждений не видел. Но есть подозрение, что уголки будут работать, ну, собираться сами. Но это только предположение. Если кто-то проверил, напишите в комментариях. Могу ли я что-то сказать про 5 на 5? Не могу. Даже не перемешиваю. Пока разбираюсь 4 на 4. Знаю лишь одно, что у них вот этот средний слой отвечает за поворот центра. Если вращать вот этот один внутренний слой, то центр остается на месте. Так вот этот, так и вот этот. А если вращать средний слой, то центр вращается. Но это пока вот все, что я могу сказать про 5 на 5. Я думаю, будет интересно, взяв две версии, посмотрим. Стоит ли это покупать? И что выбрать? Для сборки этот или этот? Хотите попроще? Вот этот. Хотите надолго зависнуть? Особенно, если попытаться самостоятельно его решить, то, конечно, версия 3.0 помощнее. Она по факту включает почти все из этого и добавляет дополнительные вот эти этапы. Отсутствует лишь этап сборки центров на этапе 4 на 4. Его просто нет. Ну, потому что вот эти центры перемещаются только либо трициклами, либо вот посвойным способом по методу Виталия Соколова. В итоге кубик мне понравился и я его еще неоднократно буду собирать. Да, и постепенно готовить уже обучающее видео, как только разберусь. Если вдруг вы видите сборку на скорость, значит я разобрался. Но не знаю, за сколько его можно собрать, на скорость, минут за 40. Надеюсь, это не предел. Такой вот прекрасный кубик. Санксо наконец-то порадовали. Изменения не визуальные, изменения интересные. Санксо, циркуляр, 4 на 4, 2.0. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.